Продолжение следует... Продолжение следует... Также встречаются генетические опухолевые синдромы. Итак, рак молочной железы наиболее часто диагностируемая опухолью женщин и является причиной смертности рака от рака во всем мире. Существует несколько путей патогенеза опухоли молочной железы, и некоторые системы говорят о линейном пути возникновения опухоли. Это трансформация прогрессивного рака, который основан на статусе гормональных рецепторов. Кроме того, существует ведущая модель, объясняющая канцерогенез. Это модель с параллодической клональной эволюцией, а также модель раковых стволовых клеток. Итак, первое, с чем сталкивается врач-патологоанатом, это с макроскопическим исследованием. Итак, как же может выглядеть рак молочной железы? Как правило, это четкий плотный узел, бывает звездчатый, бывает свистончатый край, но он пальпируемый в большинстве случаев. Однако же встречаются ситуации, когда опухоль пропальпировать мы не можем, в случае, даже если опухоль не была подвержена нейодевантному лечению. Другая же ситуация, когда при макроскопическом исследовании нам предстоит определить, где же находится резидуальная опухоль. И также встречаем две ситуации. В одном случае опухоль мы можем вообще не увидеть, ткань молочной железы будет не изменена. А с другой ситуацией мы можем увидеть четкий узел, который подвергнулся нейодевантному лечению и практически, бывает, регрессировал полностью. Следующий этап, который идет у врача-патологоанатома, это микроскопическое исследование. Итак, если мы говорим об опухолях молочной железы, то во время исследования врач должен определить гистологический подтип, который основан на архитектуре опухоли, ядерных характеристиках и стромальных особенностях опухоли. Не менее важно определить степень дифференцировки опухоли по натингентской системе или степень дифференцировки грейд, а также наличие и отсутствие распространения опухоли по сосудам внутри протоковой компании интенситу и другие прогностические признаки, такие как, например, опухоли инсультрирующие лимфоциты. Итак, гистологический тип опухоли. В целом, все опухоли молочной железы можно разделить на 4 большие группы. Первая – это инвазивная карцинома молочной железы не специфицированного типа, самая большая и крупная часть опухоли. Другой подтип – это особые гистологические подтипы. Те подтипы, которые невозможно определить, они являются отдельными. Кроме того, выделены редкие опухоли и опухоли типа слюных желез, а также нейроэндокриновые на образование. Итак, я попытаюсь рассказать кратко про каждую из этих групп. Кроме того, у каждой опухоли мы должны определить иммунофенотип, потому что кроме гистологического подтипа, который врач обязан определить, не менее важным, а может быть и более важным является иммунофенотип опухоли, а именно определение уровня экспрессии стероидных гормонов, определение экспрессии эпидермального фактора роста второго типа, а также уровень экспрессии КИ-67. И комбинация этих параметров будет нам определять, по сути, прогноз иммунофенотип, гистологический грейд, и за этим будет следовать назначение определенного лечения. Итак, самая большая группа – это инвазивная карцинома молочной железы неспецифицированного типа. Это большая гетерогенная группа инвазивных карцином, которые не могут быть классифицированы как какие-либо особые подтипы. То есть, по сути, у нас есть редкие формы, особые, и всё, что мы не можем к ним определить, относится к неспецифицированному раку молочной железы. Существует несколько степеней дифференцировки опухоли. Это грейд-1, высокодифференцированный рак. Перед вами умеренно дифференцированный рак молочной железы грейд-2, а также низкодифференцированный рак грейд-3. В 80% случаев в опухолях молочной железы присутствует карцинома инситу. Иногда она бывает очень обширная. Кроме того, часто ядерный грейд карцинома инситы будет такой же, как и оценка полиморфизма самой опухолевой клетки. Также выделяются смешанные карциномы. Это когда в более 50% опухоли у нас содержат инвазивный неспецифицированный рак и какой-то особый по типу опухоли. Поэтому корректно было бы отображать оба типа с учетом иммунофенотипа каждого из гистологических по типу опухоли. Иногда они даже отличаются по грейду. Кроме того, неспецифицированные опухоли – это большая гетерогенная группа, в которой также выделены некоторые гистологические паттерны опухоли. Такие, например, как анкоцитарная карцинома, которая богата митохондриями. Это умеренно полиморфные клетки с такой выраженной зернистой зенофильной цитоплазмой розового цвета. Кроме того, существует карцинома со стокластоподобными гигантскими стромальными клетками. Благо, они могут встречаться и в обычных карциномах, но в зависимости от количества этих клеток мы иногда можем выделить такой редкий подтип инвазивного рака. Кроме того, встречаются карциномы богатые липидами, а также медулярная карцинома, которая часто имеет четкий узел и имеет выраженные опухоли-инфильтрирующие лимфоциты. Мы можем встречать карциномоматозную карциному молочной железы, которая тоже относится к спектру дифференцировки неспецифицированного рака. Кроме того, существует карцинома с нейроэндокринной дифференцировкой, у которой тоже есть отличительные характеристики в виде полисада опухолевых клеток и мелкозернистого хроматина. Также плеаморфная карцинома, как спектр дифференцировки опухоли между неспецифицированной карциномой и метапластической, конец спектра одного и начало спектра другого. Встречаются карциномы по типу сальных желез, а также карциномы, богатые кликогеном. И все эти озвученные паттерны опухоли относятся к большой группе неспецифицированных опухолей. Все они заключены в одну по большому признаку, потому что эти морфологические характеристики не будут иметь неотличительных прогностических и терапевтических отличий. В любом случае, все эти опухоли назначение терапии и прогноз будут отследовать от его иммунофенотипа и других прогностических характеристик. В то же время, если посмотреть различия в 10-летней выживаемости, будут заметны различия в кривых выживаемости между неспецифицированным раком и в целом раком молочной железы. Следующая большая группа является опухоли определенного гистологического типа. Это наиболее часто встречающаяся опухоль особого типа дольковая карцинома, которая отличается тем, что она теряет молекулу клеточной адгезии, и мы не видим экспрессию Екатхирина при иммуногистохимическом исследовании. Кроме того, у нее определенный тип роста, она, скажем так, очень диффузно растет с тканью железы. Не всегда мы можем даже четко обнаружить опухолевый узел и четко определить при макроскопическом исследовании, например, размер опухоли. Встречается плеоморфная дольковая карцинома, которая иногда ее крайне сложно отличить между неспецифицированным раком. Мы будем основываться на ее гистологических характеристиках, иммуногистохимических характеристиках. Кроме того, каждый особый по типу опухоли для них характерен свой иммунофенотип. Например, при классической дольковой карциноме, как правило, это люминальные по типу опухоли с невысоким уровнем КИС-67. В то время как плеоморфная дольковая карцинома может иметь совершенно любой иммунофенотип и, как правило, более высокий уровень КИС-67. Плеоморфный вариант не превышает 1%. Как правило, превалируют эстрогенопозитивные опухоли. Кроме того, отсутствуют пальпаторные признаки опухоли на ранних стадиях при дольковой карциноме. У них нет четких рентгологических признаков, а также отсутствует соответствие между клиническим и морфологическим размерами опухоли. Часто встречается мультицентричность и билатеральность. Тубулярный рак. Высокодифференцированная опухоль, которая преимущественно состоит из желез угловатых. Всегда это грейт-один. Это всегда гормонопозитивная опухоль. Частота встречаемости это около 2%. Редко, когда бывают высокие уровни КИШ-67, редко поражаются лимфатические узлы и крайне редко встречаются метастазы. Следующая карцинома, которая имеет особый потип, это крибреформная карцинома. Биологическое поведение будет аналогичным, как и тубулярной карциноме, однако часто такие опухоли не имеют четкого тубулярного компонента. И определение карциномы крибреформного типа существует как отдельная гистологическая единица. И она считается правной, но ввиду своего строения. Она имеет четкую крибреформную структуру. Часто такие опухоли нужно дифференцировать с карциномой инситу криброзного типа. Также большой, наверное, второй по частоте встречаемости особый подтип, это муцинозная карцинома. Это опухолевые клетки, которые продуцируют муцин. Существует деление муцинозных карцином на тип А. Это малоклеточная и гиперклеточный тип муцинозных карциномок, где мы видим большие поля опухолевых клеток и заметное в сравнении с типом А снижение муцинозного слизи. Это небольшой процент, всего лишь 4 от всех карцином, может встречаться в любой возрастной категории. Бывают случаи двустороннего поражения. Как правило, это гормонопозитивные опухоли при отсутствии экспрессии HER2, а также с низкой частотой мутации PIK3CA. Частота отдаленного метастазирования невысокая составляет около 2% и поражение лимфатических узлов встречается крайне редко. Относительно благоприятный прогноз имеет данное карцином по сравнению с инвазивным протоковым раком. Часто может симулировать доброкачественный процесс при лучевой визуализации. Кроме того, существуют сложности в диагностике, потому что в ткани молочной железы могут встречаться мукоцелеподобные образования, которые также необходимо дифференцировать от муцинозной карциномы. Как правило, арки больших размеров пальпируются как мягкое, плотное или четко очерченное пальпируемое образование. Одной из отличительных карцином выделена муцинозная цистоденокарцинома, которая формирует четкий узел в ткани железы именно в виде кисты. Для нее не характерно поражение лимфатических узлов. У нее относительно хороший прогноз, и отдаленных метастазов у данной карциномы совершенно не зарегистрировано. Например, в своей практике, насколько я работаю с молочной железой, именно муцинозную цистоденокарциному еще не встретила ни разу. Все жду, когда же она мне попадется. Следующая большая группа инвазивных карцином, 2-3%, это является инвазивная микропопулярная карцинома. Как правило, 70% это эстрогены с прогестеронной позитивной опухоли. Часто бывает HER2-экспрессия на уровне 2+, за который следует назначение гибридизации инсиду для определения уровня экспрессии HER2. Не характерен базальный подтип. Кроме того, часто данная карцинома может симулировать себя ввиду артефактов ретракции при просмотре и анализе гистологических препаратов. Поэтому для подтверждения данной карциномы рекомендуется использовать дополнительные иммуногистохиенические характеристики, потому что для нее характерна инверсия экспрессии МУК-1, что является подгиномоничным признаком для микропопулярной карциномы. Кумулятивная выживаемость у нее расходится с неспецифическим раком. Кроме того, следующим подтипом карциномы особого типа является карцином с опокринодифференцировкой. Редко встречаются данные опухоли. Может выявляться даже в детском возрасте. И основными отличительными характеристиками являются внутриклеточная и внеклеточная секреция, а также зернистая зенофильная цитоплазма. Как правило, это трижды негативный подтип, однако могут встречаться эстрогенопозитивные опухоли. Для этих опухолей характерна экспрессия андрогенов в условиях потери экспрессии эстрогена и прогестерона. Частота поражения региональных лимфатических узлов варьирует от 15 до 30%. Метапластическая карцинома встречается до 5% случаев, имеет агрессивное течение, медивая на выживаемость у нее небольшая, это до 13 месяцев после выявления метастазов. Также выделяются несколько гистологических подтипов метапластической карциномы. Это плоскоклеточный, веретиноклеточный, может быть, оденоплоскоклеточный, а также другие мезонхимальные дифференцировки. Как правило, это трижды негативный подтип для их характерного наличия мутаций. Чаще выявляются опухоли категории Т2 и выше, может, зато для этой карциномы характерно, реже наблюдается метастатическое поражение региональных лимфоузлов в сравнении с неспецифицированной опухоли. Данная карцинома имеет высокий потенциал к гематологическому метастазированию, гематогенному. Около 10% первично выявляется метастатический рак молочной железы и риск метастаза в два раза выше. Для данной опухоли характерна низкая чувствительность к гематерапии, а так, однако, описаны клинические случаи эффективной таргетной терапии и иммунотерапии. Показатели общей безрецитивной выживаемости хуже, чем у неспецифицированной опухоли молочной железы. Следующая группа опухоли – это редкие опухоли и опухоли типа слюных желез. К ним относятся аденоклеточная карцинома, аденокистозная карцинома, секреторная карцинома, мукоэпидермоидная, полиморфная аденокарцинома, а также рак с обратной полярностью. Перед вами следующая группа – это нейроэндокринные опухоли. В последней классификации опухоли молочной железы все нейроэндокринные новообразования молочной железы диагностируются точно так же, как это происходит в опухоли желудочно-кишечного тракта. Таким образом, у нас выделяются нейроэндокринные опухоли и нейроэндокринные карциномы. Нейроэндокринные карциномы бывают мелкоклеточные и крупноклеточные. Частота встречаемость менее 1%. Возраст, как правило, это после 60 лет. Это чаще выявляется, надеюсь, ли старше, чем при классическом развитии рака молочной железы. Как правило, неэстроген позитивный, ХЕР2 негативный. Кроме того, существуют проблемы дифференциальной диагностики рака молочной железы нейроэндокринного от метастатического поражения молочных желез при различных первичных нейроэндокринных опухоли. К примеру, при раке легкого. Необходимо подтверждение того, что это непосредственно опухоль молочной железы, потому что фенотипически и гистологически отличий между ними не будет. Зато нам может в этом помочь иммуногистохимический маркер, такой как ГАТА-3. Он будет позитивным в карциномах молочной железы и будет отсутствовать экспрессия ТТФ-1. Такая ситуация происходит, как в большинстве случаев. Прогностическая значимость нейроэндокринной дифференцировки при раке молочной железы до сих пор дискутируется из-за отсутствия конкретных критерий для ее определения. Кроме того, нейроэндокринные опухоли, именно опухоли, вообще крайне редко встречаются и воспроизводимость этих опухолей ничтожно мала. Таким образом, когда врач-патологоанатом анализирует гистологический препарат, мы видим большой калейдоскоп опухоли, который может встречаться в молочной железе. Вроде бы орган один, а разнообразие крайне широко. Поэтому, я думаю, для вас сегодня моя презентация была своеобразным калейдоскопом из разных спектров оттенка розового и фиолетового. Но это то, с чем разбирается патологоанатом каждый день в своей рутинной практике. Спасибо за внимание. Продолжение следует...